Ресторан Моди – это самый высокий в мире грузинский ресторан, который находится в Софителе Даунтаун Дубаи на 31 этаже. Постарайся, чтобы он был… Еще меньше. Опа, вот так. Мешочек затягивай. Вот так, молодец. Все, брау. Готово. Остальное все это вылечимо, так что повара посадят или расстреляют, а президента вылечит. Ну что, вот и подошел наш выпуск к концу. Мы сегодня познакомились поближе к концу. Алло. Друзья, привет. Это новый выпуск «Съедобный бизнес». Время смотреть новый ресторан. Ресторан Моди – это самый высокий в мире грузинский ресторан, который находится в Софителе Даунтаун Дубаи на 31 этаже. Мы рады побывать на этом первом бранче и пообщаться с звездным шеф-поваром этого ресторана. Пойдемте знакомиться. Добрый день, Ануш. Спасибо за приглашение. Очень приятно посетить грузинский ресторан. Расскажи, пожалуйста, почему ресторан называется Моди и что это означает? Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Моди означает «приходи на грузинском». И сейчас мы вам покажем наше место. Моди на сегодняшний день является единственным грузинским рестораном в Дубае и самым высоким рестораном в грузинском мире. Мы попытались сохранить аутентичность, гостеприимность. И наша самая главная фишка заключается в том, что все наши официанты – это профессиональные танцоры. И на самом деле арт – это наш лозунг во всем. В еде у нас представлена галерея современно-грузинских художников, которую мы будем обновлять ежемесячно. И также арт у нас – это еда обязательно. Вот, поэтому давайте я вам покажу. Это картина современных грузинских художников. Их можно приобрести при желании. Также у нас представлены национальные грузинские костюмы. Вы можете увидеть в зале. Здесь у нас происходит ежедневная живая музыка. Кроме понедельника у нас каждый день профессиональная группа – это певцы и танцоры. У нас открывается потрясающий вид на Дубай. Также у нас есть VIP-столк с видом на Буш-Халифу. Очень красивый закат у нас всегда. Мы каждый день лицезреем просто потрясающей красоты. Всем привет. Субтитры сделан. самым востребованным на новый год естественно за него была большая битва и завида мы на самом деле построили наш ресторан за 30 дней до для другая это миссия неволнима но по-другому грузины не умеет если что-то пришло на ум надо делать срочно поэтому интерьер впечатляет очень красиво ну пытались сохранить отличность и нам как мне кажется что нам удалось потому что все гости отмечают что у нас очень уютно по домашнему именно из атмосферы люди возвращаются помимо вкусной еды добрый день сегодня с нами экзекьютив бренд-шеф ресторана моди самый высокий грузинский ресторан в мире до написано так и так есть на самом деле мы стоим выше 150 метров господин дурам я рад с вами лично познакомиться спасибо взаимно расскажите немножко о себе я когда делали search я немного нашел информации о вас как вообще приняли решение своей жизни до посвятить кулинарии стать поваром ну вы знаете дело в том что сама профессия выбрала меня я ее не выбирал все началось в юном детстве играя в болоте с лягушками опыты кто резал а я их готовил в общем я уже понял с детства то что мне притягивало больше пища чем физика допустим например или какая-нибудь химия да но что такое моды почему моды и почему дубай и почему грузийская кухня я вообще шеф интернациональной гастрономии не только грузийской информации насчет меня ее немного на русском языке я с вами согласен на португальском или на грузийском языке больше можно найти насчет моей биографии хотя я проживал 6 лет москве но это было начало 90-х годов и были те времена когда даже интернета не существовало так что практически невозможно ее найти есть несколько результатов на русском языке там русско-гастрономический фестиваль в каннах и т.д. и т.д. но вы в интернете известны тем что вы готовили для трех президентов грузии для трех президентов для самых высоких и крутых футболистов я про я прожил более 20 лет в португалии на юге португалии больше 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 10 лет из 20 с чем-то 10 лет я прожил на на юге португалии и я был с бренд шефом тоже экзекуативным шефом ники бич португал я представлял ники бича в португалии и после того началась карьера звездная так сказать общение со звездами потому что это тот концепцию где у тебя больше и больше контакта с известными личностями потому что сам концепт притягивал этих людей нам не надо было их звать к нам гости они сами приходили потому что был концепт топ не не был бы уровня топ уровня ну насчет там сам как попали португалия почему там оказались ну это я ехал в бельгию ехал в бельгию ехал в бельгию лисе 90 девяносто восьмом году я сделал турне по европе и в португалии познакомился с несколькими людьми с интересными людьми не моей профессии другого ранга высокого они заинтересовались в моей харизматичности в моей личности то же самое и решился вопрос такой чтобы я вернулся в португалию на самом деле меня бельгия больше интересовало хотели работать да я хотел работать бельгии я хотел были те времена когда в грузии еще не было того процвета это того развитого уровня который сегодня он у нас есть нет потому что последние 10 лет или там 12 лет грузия произвела такую революцию эволюцию оля революцию в самой эволюции так сказать загрузились очень туристические выстроили страну после всего этого развала и пропада и вообще появился какой-то свет в туннеле так все же почему почему бельгия не франция гастрономическая страна где в принципе выращиваться многие шеф почему на белье а потому что у меня были знакомы в бельгии больше ближе люди чем во франции плюс барьер язычный барьер это один из самых больших проблем еще вдова когда ты уже готовы повар тебе намного сложнее когда ты начинаешь первые твои шаги всегда легче ты можешь уже учиться языку оля профессии в одной в одном тоже ритме а когда у тебя уже была какая-то претензия потому что я с 13 лет официально работаю я работаю советского союза еще 67 рублей 42 копейки моей зарплаты и 72 рубля были наш канала бизнесе поэтому это хорошо что вы подметили зарплату У учителя в школе были 72 рубля, а у меня там 5-7 рублей не доходили до учительской зарплаты, так сказать. Первая моя командировка у меня была в 14 лет уже. Мы в Грузии, первый президент республики, Звет Гамсахурди, открыл комплекс водолыжного спорта. Грузия приняла чемпионат мира водолыжного спорта в Поте, в Малтакве. И этот комплекс я представлял интуристы в те времена. Не был шефом, конечно, это будет ложь. Был начинающим поваром, но гостиница Аджары, которая принадлежала к интуристу в те времена, вы знаете прекрасно, что все гостиницы принадлежали государству. Вот такой союз гостиничного интуризма существовал. Из гостиницы Аджары я был единственный повар, который представлял гостиницу. И у меня это все шикарно произошло. Получилось. Отлично. В итоге вы отработали долгое время в Португалии, да? Что, по вашему мнению, вы приобрели, какие знания, какой опыт вам дала Португалия? Ну, в первую очередь, вы знаете, что мечта каждого повара – это обогатиться навыками. Самый большой, самый драгоценный навык для меня – это была дисциплина гастрономическая, которую нужно обязательно поддерживать, и которая… Если ты не будешь себя вести на кухне как в армии, ты должен быть солджером. У тебя практически весь горизонт, весь циркуль вокруг тебя, люди, которые тебя любят, которых ты любишь, ты их теряешь. У тебя нет полноценного сна, у тебя нет полноценного общения, социализации со своими товарищами. Твой день рождения может не быть твоим днем рождения. Свадьба твоего лучшего друга может не быть твоим днем, мероприятием. Если нужно работе, мы должны быть всегда к работе. Практически, когда шефа спрашивают, вы женат? Да, женат на кухне. Понимаете? Потому что этот бизнес, я считаю, что это единственный бизнес, где невозможно обмануть. В Португалии вы отработали 10 лет, да? Нет, 20 лет. В Португалии, на юге Португалии было 10 лет. Альгаро, да? В Болгарбе, да. То есть вы, в принципе, можно сказать, грузинский португалец? Я португальский грузинец. Португальский грузинец. Не грузин, а грузинец. Я португальский грузинец. Знаете почему? Я считаю то, что... Я могу уже сказать свободно то, что те годы, когда ты развиваешься, и в той стране, где ты живешь, ты принадлежишь в той стране. Согласен. Потому что мой менталитет сформировался в Европе, в Португалии. И эти 20 лет, это почти что большую часть жизни я прожил из моих годов. Мне 43. Я 5-6 лет прожил в Москве, 20 с чем-то в Португалии и остается для Грузии. Насчет фактора, известный или неизвестный. Самый большой проект, самый интересный проект гастрономический. Я был ведущим и жюри Майки Ченрилл Стёрджа. Это австралийский проект, гастрономический проект «Правила моей кухни». Так сказать, то, что мне дало вот этот ревок, так сказать, звездный. Но это меня никогда не беспокоило, понимаете, потому что, когда ты стараешься там чего-то добиться сложного, иногда это не получается. А когда ты сам оставляешь, оно само к тебе приходит. Вот такой фильм со мной и произошел. Отлично. Все же, расскажите подробнее, как вы попали и удостоились чести готовить для президентов. И вот немножко расскажите, как этот процесс, то есть чем он отличается. Это определенные продукты, это дополнительные какие-то проверки. Вот как это происходит? Вот можете поделиться опытом? Да, конечно, существует протокол, президентский протокол, который знакомится с биографией человека, в первую очередь, так как мы не знаем, что это происходит. Прослушивают столичный телефон в течение лет, узнают, слушают насчет тебя, потом начинают тебя проверять, перепроверять, смотрят, в какой политической партии тебе принадлежишь. То есть оппозиция не может готовить? Для оппозиции. Нет, дело в том, что я известен вообще в стране, то что я работаю, у меня были две программы телевидения на самом, сказать, ведущем телевидении Грузии, это Руставе-2. Оно считается самым скандальным, самым известным, самым рейтинговым, etc., etc. И хотя я придавал мой сервис этому каналу, я никогда не вмешивался в тот бизнес, который мне не принадлежит. В том, в чем я не разбираюсь. И у меня даже желания нету разбираться в этом, понимаете, политика от меня вообще, как небо и земля, как греческий и японский язык, несовместимы друг с другом. Да, у нас на канале мы не говорим о политике, только о бизнесе и о еде. Да, ну, я советую всем людям, кто хочет быть хорошо, чтобы они не вмешивались в политику. Это мой совет, это мой совет людям, если хотят спать без головной боли. Что любят президенты из еды? Они все разные. Мы все одинаковые, но в одно и то же время мы все разные. У каждого есть свой протокол. Протокол уже знает отлично, что, когда, какая диета, во сколько может прийти, когда может опоздать. То есть, гости, все это, как объяснить, очень точно подсчетно. Насчет quality, качества продукта, продукт должен быть всегда премиум. Он всегда перепроверяется. Перепроверяется на радиацию, на, вот, то, чтобы сказать, там, на имя. То есть, так, да, прямо на радиацию? В первую очередь перепроверяется на радиацию. Это самый, самая, так сказать, опасная смерть, которую невозможно вылечить. Там, если там интоксикация какого-нибудь продукта, какого-нибудь яда, его очень легко могут врачи вылечить. Так что это пятистепенная проблема протокола ветеринаров. Они проверяют сам ветеринары, оборудование, в первую очередь они проверяют на радиацию овощи, фрукты, мясо, рыбу и напитки. Это где могут, может радиация храниться в том количестве, то, что опасно для, да, это то, что латальное. Остальное все это вылечимое, так что повара посадят или расстреляют, а шефа, а президента вылечит. Правда ли, что перед подачей блюда на стол к высокопоставленным лицам есть человек, который постоянно перепроверяет, то есть он пробует до момента подачи? Ну, я не знаю, у меня, в моей практике, я не знаю, это МИД или история, предупреждающая тех людей, которые когда-то могут кому-то что-то готовить. Да. Но в моей практике это никогда не происходило, потому что если ты в тест-режиме как шеф, конечно, тебя перепроверяют. Но если ты уже шеф, ну, это как автомобили, ты берешь там Ламбурдини, Феррари, Мазерати, Москвич, Волга, 06, Жигули, да, есть разница между ними. То же самое, конечно же, что бы ни сделала, москвич никогда не станет Феррари, мы согласны? Так и есть категория людей, есть люди, которые заходят на кухню для того, чтобы работать, чтобы содержали себя в какой-то профессии. А есть, когда вот профессия тебя выбирает, и ты, у тебя получается маркетинг, менеджмент, кухня, язык, не боишься, камеры, можешь поближе подойти, я не кусаюсь. Так что вот это все, когда ты комплект, тебе не нужно, тебя не нужно перепроверять, потому что тебя знают. Тебя знают. Мой вопрос, Гран, был не в плане перепроверять вкус, вкусно или невкусно, а в плане вот security, что... А травится или нет? Ну, знаешь, я рискую жизнью уже двумя человеками, рискую жизнью того, который попробует мою еду, я его должен убить, а потом после него убить президента. Это миф, да? Это миф, да. Понятно. Перепроверяют только, когда привозят продукты, питание, и посылают? Есть аппараты, есть аппараты, есть анализы, ветеринары, они пытаются... Должны быть сертификаты за ветеринара, когда забивали животное, рыба переправляются, овощи, фрукты, напитки переправляются только на радиацию и на азот. Понял. Хорошо, давайте поговорим немного о грузинской кухне. В ресторане Modi представлена традиционная настоящая грузинская кухня. Это находка для Дубая, потому что это, наверное, единственное место, где можно попробовать отведать национальные блюда. Расскажите, пожалуйста, что представлено в меню Modi и чем вообще вы гордитесь из этих позиций, ваши любимые? Давай я, в первую очередь, объясню зрителям одну вещь, что концепт был создан в консульском варианте. Мы хотим показать людям, в первую очередь, убить какую-то ностальгию тем, которые еще жили в хорошие, шикарные советские времена, так сказать, и помнят Грузию с хорошей стороны. Во-вторых, Дубай, он интернациональный. В-третьих, грузинская гастрономия, она известна только в бывшем Советском Союзе. Я не могу не согласиться, потому что очень много, я знаю, сейчас каждый день по несколько рейсов в Дубай летают, и все они забиты. Это говорит о том, что это пользуется популярностью. Она пользуется, почему? Потому что там есть чем дышать. Там, если пища не биологическая, она органика хотя бы, понимаете? То, что сегодня очень тяжело найти в Европе, потому что Европа, она забита парниками и гидрофоникой, понимаете? Вот те минералы, которые нам нужно принимать, мы их не принимаем с пищи. Потому что все это практически не то, что на химкам и кахатов, оно выходит то же самое, то, что в Дубае вода. Она же не минерализирована, в ней не существует ничего. Мы пьем эту воду, и эта вода нам просто ничего не дает. Нам нужно принимать минералы, понимаете? Всякие витамины, и это, я думаю, тема на другой разговор. Сейчас мы говорим насчет, что такое Грузия, какую культуру и какая ответственность она несет на себе, понимаете? И какие обязанности у нас, которые мы пытаемся представить Грузию с ее лучшей стороны интернациональному, Дубаю, сколько национальностей здесь живет, нет? Практически, я как знаю от моих учетов, 7% это локальные, а остальные все это пришельцы, понимаете? Я так думаю, мне так рассказали, так я... А сама гастрономия грузинская, она как самый грузинный, они закрытый народ, но очень гостеприимный. Так же и кухня, понимаете? Она закрытая, ее никто не знает. Знают последние 20 лет японскую кухню, не из-за Японии, из-за Бразилии, из-за Америки, суши, роллы, мироллы, там всякие дела. Знают уже последние 10-12 лет вьетнамскую, азиатскую кухню. Файндайнинг пришел, после 300 лет революции Фера Андреа делает макрокухню молекулярную. И вот эта эволюция, она очень медленно, гастрономическая. Мы полетели в космос, создали телефон, мобилфон, компьютер, всякую технику. А кухня, она практически, она очень тяжело развивается. Она как твоя ДНК, понимаете? Ее развивать нелегко. Я вот эти рецепторы, вкусовые рецепторы, они очень сложные в людях. Они очень редко что-то принимают новое к себе. Потому мы любим то, что в нашей генетике уже существует. Вы, может, никогда не ели грузинскую кухню, но твои предки, они ели. Она существует в мемории, потому что ДНК – это память, мы можем опозначить в каком-то фараоне, в какой-то мумии, чем он питался, понимаете? Какой минерал был развит, и там больше, откуда этот минерал шел. Мы это можем найти. Вот это все наши, вот это та инвестиция, которая правильно сделана, это правильная вкусная пища, понимаете? Это самое важное в жизни. Ты должен ждать хорошего питания и качественного питания. Если ты не сделаешь это, то потом твоя инвестиция будет в аптеку. Понимаете? Потом твои деньги пойдут в аптеку. Лучше ее вкусную, вкусную, здоровую пищу вкладывать, чем в аптеку на будущее. Наш вывод – питайтесь органическими, свежими продуктами. Обязательно. Качественную рыбу, качественное мясо, качественные овощи, натуру фреш-соки и так далее, и так далее. Приезжайте часто в Грузию, там очень вкусно можно поесть и хорошо вина попить. Возвращаясь к рестрау, что представлено, какие национальные блюда представлены? Что вы советуете? Что за ваше самое любимое блюдо? И как вам удается держать этот вкус, передавать этот аутентичный вкус, который есть в Грузии и на родине? Так как здесь, скажем так, есть проблема с продуктами. Тот же сыр сулугуни в Дубае, его невозможно найти. Тоже мясо, привезенное наверняка из Грузии прямиком. Расскажите, поделитесь опытом. Значит так, за два месяца до открытия ресторана я сделал, наверное, где-то пять визитов в Дубай в течение месяца. Анализировал весь маркет, что можно найти, как можно найти, попробовать, попытаться сделать тестинги на кухне. Возвращая к воде, вода – это один из ингредиентов, принципальных, первых. Если вода невкусная, ты не сможешь вкусно приготовить пищу. Есть некоторые блюда, которые мы покупаем баллонами в воду и на ней готовим, пытаемся приблизить. Конечно же, те вкусовые качества, которые можно в хорошем ресторане в Грузии поесть, здесь их нет. Но они не будут позади тех, которые хороших рестораналов в Грузии. Потому что мы пытаемся из-за бюрократии в Дубая те продукты, которые сертифицированы в Грузии, которые нам позволяют, чтобы мы завозили. Мы завозим это сухофрукты, фасоль, мясо, рыба, овощи, фрукты, зелень. Это эссенциально тоже, чтобы почва была минералами богата, чтобы у петрушки был вкус петрушки, у кинзы, у тархона, у зеленого лучка. Понимаете, вот помидоры, огурцы – это если бы не было этого, мы бы не рискнули. Мы бы не открыли ресторан в Дубае, потому что практически мы просто лиханулись бы здесь. Так что мы хорошо изучили рынок, изучили то, что очень много хороших людей живут здесь, которые любят Грузию, грузийский фолк, грузийскую этнографию, полифонию, грузийскую кухню. Это народы России, Казахстана, Армении, Азербайджана, грузины тоже неплохо устроены здесь в Дубае. Так что рынок у нас неплохой. Плюс еще есть те гости, которые, я всегда их парашютистами называю, потому что они приходят без приглашения и уходят потом уже с хорошим, так сказать, с хорошим ощущением насчет Грузии. Это вот наш месседж, чтобы мы показали. Мы как консулы пытаемся показать нашу страну, потому что она маленькая, ее на карте даже не видно иногда, когда ты смотришь на карту, не увеличить в телефоне ее, ты там ее не найдешь. Понимаете? И из-за этого я всю жизнь этим занимался. И я согласился насчет этого проекта, чтобы, если будет тот концепт, который мне интересен, я бы дал бы мое имя. Ресторан Моди представляет, мой став, моя кухня представляет очень большое меню, которое очень сложно поддерживать из-за продуктов. Мы уже говорили на эту тему. Мы очень часто производим мастер-классы. Наш чокер – это мясные блюда. Хинкали, допустим, сегодня я буду проводить мастер-класс, я приглашаю вас, зрителей, поучиться со мной. Можно будет попробовать? Обязательно, вместе мы приготовим, я тебя научу, как их правильно заворачивать. Сожировочка. Да, но очень часто мы производим мастер-классы. Мастер-классы хинкали, хачапури, шашлыки и так далее, и так далее. Меню, вы знаете, грузинская кухня, есть чем похвастаться, так сказать. Очень много блюд. Друзья, напишите в комментарии, какое ваше любимое блюдо грузинское, что вы пробовали вообще. Пишите, делитесь, мне очень интересно. Приходите в Дубай, ездите в Грузию, в Тбилиси, в Батуми, в Боржоми. Пробуйте национальную кухню, это, правда, невероятно вкусно. Ну, а мы пошли готовить хинкали. Не переключайтесь. Мы инициировали такие ивенты здесь у нас в ресторане Моди. Грузинские гастрономические мастер-классы. У нас бранч, так происходит, хинкали партии, хачапури партии. Потом будет разновидности разных блюд. И будем делать мастер-класс, и будет дегустация проходить этих блюд. У людей, у наших гостей будет возможность научиться чуточку, конечно, не так легко учиться кухне. Я думаю, нужны столетия, чтобы научиться вкусно готовить грузинку. Они тысячелетиями, грузины, старались. Но дошли до сегодняшней кондиции, то, что мы находимся на высокой гастрономической линии. И мы, конечно, согласны, и я очень довольны этим, то, что мне это досталось даром. Ну, не даром, я думаю, все равно. Ну, я сказал бы, что нашим поколениям наши предки подарили большое золотое руно с грузинской гастрономией. Нам не нужно практически ничего выдумывать сегодня, она такая большая. Самое главное, правильно и вкусно ее приготовить. Поддерживать традиции. Обязательно. Хорошо. Ну, давай. Сегодня у нас, у нас сегодня, давай, ты со мной тоже полипи. Да. У нас, в общем, здесь такая маленькая история насчет хинкали, я тебе расскажу. Каким образом, вообще есть разные, разные идеи, каким образом хинкали появились вообще за Кавказией и откуда они пришли. Кто говорит, что они из Монголии, кто говорит, что они грузинские. Ну, вообще, если брать у всех культур, у всех стран, есть свои фаршированные продукты, так сказать, блюда. Одно из них, если убрать долму, это хинкали, это переработанное мясо. Зная о том, что золото, железо, шесть, вино, мед, глина и очень много продуктов, тех вещей, которые на самом деле они развились, развились за Кавказией. Место, где развился тот же Homo habilis, превратился в Homo sapiens, так сказать, ну, кавказоиды, в общем. Идея, идея хинкали, она связана с традицией. Представьте себе, два грузина, в горах, бутылка чачи, огонь, маленький казанчик, кипит вода, достаю свой кинжал, кусок мяса, нарубил, завернул, сварил. Столько, сколько я хочу. Не столько, сколько я могу съесть. Просто две штуки, потом через полчаса взял, завернул еще две-три штуки. И вот так проводим дни в горах. Правильно? Попивая чачи. Попивая чачи. Фарш заключается, его можно, фарш зависит от вашей креативности и от вашего желания. Если вы вегетарианец, вы можете приготовить просто шикарное пюре, обжаренный лучок, чуть-чуть петрушки, зеленки, укропчика. Это от вашего вкуса зависит. Заменить фарш, мясной фарш, пюре. Также можно приготовить с сыром, а также можно приготовить с тушеным чесноком. Тоже очень вкусно он получается с теленком, с ягненком, с зеленью, без зелени. А что считается классическим рецептом хинкали? Хинкали, он горные приправы, как я вам сказал, два грузина в горах. Горные приправы и ягненок. Это классический хинкали. С ягненком? С ягненком. Это натуральный хинкали, он самый настоящий, классический, он из ягненка без зелени. Понятно. А сегодня мы готовим... Мы сегодня городской хинкали готовим. У нас теленок, чуть-чуть курдюк, ягненка и чуть-чуть кинзы у нас. Ложечки фарша. Достаточно, да? Обязательно нужно добавить всегда водички к фаршу, чтобы у наших хинкали получились сочные. Вот тот сок, который мы выпиваем... Да? Да. Вот этот сок. Он, секрет заключен, то, что в фарше должна быть водичка, чтобы он жидкий был такой. Чтобы не сухой внутри получился. Понятно. И потом очень легко мы берем и его заворачиваем. Вот просто обратите внимание, маленькими лепестками я его вот так просто и наворачиваю. Оу-оу, так быстро, я так не успею. Давайте, сперва я сделаю, а потом помогу вам. Окей? Потом затягиваю этот мешочек. Зажимая. И убираю лишнее... А, то есть нужно отрывать, да, вербельку обязательно? Да, в горах их потом заворачивают. Вот так они получаются вот такие кругленькие. Чтобы сразу можно съесть. Да. Ну, есть еще одно, один маленький секрет. Почему же в хинкали появляется пупок? Вы, наверное, обращали внимание, что много хинкали его... Когда женщины готовят, они готовят его вот так. Да. В форму солнца. Потому что женщины намного чище гигиенически, понимаете? Они не так, не то, что мужчины ходили на войну, они работали в поле, грязные ногти, руки. И они создали хинкали, мужчины. Смотрите, что они делают. Когда хинкали варится, вот этот пупок... Да. Вы представляете, 300 лет назад не было ни вилок, ни ложек. Люди ели руками. Согласны со мной? Они создали блюдо, где можно было есть и потом этот пупок отбрасывать. Для того, чтобы бактерии крови после войны забили животное. Представляете, сколько болезней существовало? Чума, эцетер. Они были уже на пути развития, что они создали вот этот пупок к блюду. После того, как они съедали хинкали, они оставляли пупок, и пупок уходил в мусор. Или собака, которая была рядом, она ее подъедала от остатки, для того, чтобы она выжила. Давай я тебя сейчас научу заворачивать хинкали. Значит, у нас есть хинкали с пупком, мужская работа, женская работа. Женщины всегда поклонялись к солнцу. Вы, наверное, видели очень часто аджарский хатяпур, и у него форма лодочки. В середине яйцо представляет себе солнце, ближе к металлогии подходя. Айет, он был богом солнца, отец Медеи. Понятно. Потому вот... Вот параллельно готовим и изучаем историю мифологии. Развиваемся чуть-чуть металлогию. Давай. Хорошо. Да, значит, берем мы... Давай, мы берем фарш и ты следуешь за мной. Хорошо? Окей, пошли. Раз, маленькими. Так? Не, вот так. Оттуда сюда, наоборот. Наоборот, так. Вот так. Вот так, да. Да, понял. И поехали. Чем больше ты сделаешь этих самых, как называется... Складок. Складочек, тем хинкали считается богаче. Надо устроить... Покажи там, что у тебя происходит. Это должен... Нет, должен был идти наоборот. Хорошо, ну ты, наверное, левша, да? Нет, правша. Да? Такая зельчая. Поддерживай всегда заднюю сторону, чтобы сок у тебя не выходил. Да, понял. Давайте мы сейчас это подтянем чуть-чуть. Исправить там... Первый раз лепишь хинкали. Да, первый раз. Ну, в первый раз неплохо. Смотри. Вот твой хинкали. Ну, какой он тебе красавец получается. Вот такой вот. Первый хинкали. Запечатлели. Да, отлично. Сейчас давай еще раз, чтобы наш мастер-класс не был... Закрепить обязательно. Хочу еще раз, чтобы ты завернул. Да. Ну, сейчас постараюсь. Ну, вот так идешь и всегда потянет, потягиваешь, да. А, вот я понял. Подтягивайся его, чтобы сок не вылился. И поддерживай вот эту сторону, чтобы она была на уровне шва, чтобы она у тебя не заходила. Вот так, да? Вот, заворачивайся его и потягивай одновременно. Вот так. Молодец. Мешочек, мешочек затягивай. Вот так. Молодец. А потом берем еще раз. А потом и срываешь. Постарайся, чтобы он был... Еще меньше. Опа, вот так. Низь. Все, браво. Готово. Спасибо. На самом деле, грузинскую кухню многие знают, даже в Дубае, потому что это очень близко, очень дешево, и все летают. Да. И что бы я хотела отметить, это, конечно же, очень много, очень много свежего мяса, курица, овощи, зелень, орехи. И из того, что обязательно нужно попробовать, у нас есть такое блюдо, это курица в сливочном соусе, шкмерули называется. Почему-то именно, там, не хинкали, которую все знают, не хачапури, которую все знают, а именно это блюдо, почему-то у нас пользуется неимоверной популярностью среди иностранцев. И вообще, все, когда начинают заказывать, везде пишут в комментариях, что это обязательно нужно попробовать, всегда. Хачапури, конечно же, у нас потрясающие хачапури, наш шеф уже сказал, я еще раз повторю, что мы большинство продуктов привозим из Грузии, поэтому вкус даже обычного салата, огурец с помидором, он совершенно иной. Что еще бы я хотела отметить, это, конечно, лобио, это фасоль, пхали, баклажаны с ореховой начинкой тоже, это одно из самых таких национальных известных вещей. У нас есть также супы, суп харчо и куриный, которые просто потрясающе действуют после hangover. Если вы хорошо погуляли вчера вечером, то это, наверное, лучшее лекарство, да? У тебя просто дочитаешь их мысли, знаешь почему? Потому что мы будем очень скоро устраивать похмельные вечеринки. У нас будет специальное меню, и оно будет действовать на протяжении всех выходных. Поэтому, да, но самое, конечно, убийственное, что у нас есть, это чача грузинская. Ты пробовал когда-нибудь? Ну, конечно, пробовал, да, это очень классный алкогольный продукт. Наши гости уже это проведали, и она очень быстро у нас заканчивается. Вы привозите непосредственно с Грузии, да? Да, чаще, да. Вот так, вот так. Видно, и у нас, да, большинство вин грузинские, поэтому... То есть, я понимаю, что процентов 80, все привозное с Грузией, да? То есть, вы не используете локальные продукты, либо напитки? Это невозможно, потому что вкус того же хачапури, он не может быть с местным сыром. Ну, однозначно, в Сулугуни вообще тут не найти нигде. Поэтому у нас не было, нету выбора другого. Респект, респект. Отлично. Мы сегодня познакомились поближе к... Алло. Блин. Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш выпуск в грузинском ресторане. Мы познакомились более глубже с этой культурой, с традициями грузинов. Это очень положительная страна, где очень крутые традиции. И здесь, именно в Дубае, в ресторане Моди, они представлены в лучшем виде. Это гостеприимные люди, артистичные танцоры и очень вкусная еда. От съедобного бизнеса мы выбили скидку вам, ребята, до конца февраля 2019 года. Минус 10% по промокоду съедобный бизнес. Welcome в Моди. Хорошего дня. До следующего выпуска. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok